Ангарчане задолжали около 9 миллиардов рублей. У судебных приставов в производстве находится более 120 тысяч дел. По закону списать деньги, которые поступают на карты в виде социальных выплат, служба не может. Неприкосновенными являются пенсии по потере кормильца, командировочные, алименты и детские пособия. Но работают ограничения не всегда. Александр Бычков продолжит тему. Год назад президент Владимир Путин поручил правительству принять меры по защите минимального дохода россиян от списания судебными приставами. Соответствующий документ был разработан и принят всего за несколько месяцев. Законную силу он вступил с 1 февраля. Но нюанс в том, что защитный механизм не будет действовать автоматически. Чтобы сохранить сумму прожиточного минимума на счетах, необходимо заполнить заявление и собрать соответствующий пакет документов. Данное право носит заявительный характер. В случае, если у гражданина удерживают денежные средства из пенсии либо из заработной платы, пристав самостоятельно вынести постановление о сохранении прожиточного минимума без заявления должника не в праве и не может этого сделать. К заявлению необходимо приложить банковские реквизиты и справку о доходах. В противном случае может последовать отказ. Состоять документ можно на сайте госуслуг, а также обратившись в отдел судебных приставов. Именно так сделал пенсионер Юрий Бейко. После того, как выплату по инвалидности в размере 11 тысяч списали в счет погашения задолженности. На сегодняшний день прожиточный минимум в Приангаре составляет около 13 тысяч рублей. За три месяца правом сохранении минимальной суммы на счетах воспользовались около 300 ангарчан. Александр Бучков, Олег Левченко, Местное время.